Не ослаблять и не усиливать. Ограничительные меры в регионе останутся прежними. Но на прошлой неделе Минздрав и Роспотребнадзор работали над проектом приказа о возобновлении медицинской помощи. Схема разработана «Дело за вирусом». А чтобы его остановить, не нужно забывать о средствах защиты. Сегодня от Роспотребнадзора прозвучал упрек в адрес жителей края. Не соблюдаются предписанные меры. Например, обслуживают население без масок. Население на улице, граждане нашего Алтайского края и в городе Барнауле, в муниципальных образованиях находятся и в общественных местах, и на улице находятся без масок. То есть на сегодняшний день надо каждому начать с себя. Начать с себя предложили и руководителям клиник, попавших в сводки новостей. Пока проблема невыплаты денег в диагностическом центре не комментируется. Минздрав проводит свою проверку. Но на пресс-конференции министр вспомнил, как решили проблему роддома номер один. Было понятно, что ни одно из предписаний не было выполнено. То есть при количестве сотрудников около 300 человек на все учреждение было порядка действительно, ну факт такой, около 800 масок. То есть это работы даже меньше, чем на один день. В данном случае было бездействие руководства учреждения, что вынудило необходимость назначения исполняющего обязанности сейчас руководителя. Говорили и о зарплатах медработников. Из-за резкого снижения числа пациентов в некоторые больницы пришел мрот. Зарплаты упали. Выполнив нагрузку в 4 ставки, получили 14,5 тысяч. Хотелось бы сказать, что уровень заработной платы определяется трудовым договором, который подписывает сотрудник с учреждением здравоохранения, где оговорены и размер, и условия выплат, и в том числе и выплаты стимулирующего характера. Со стимулирующими выплатами для работающих на передовой пандемии тоже проблема. Сказали, что ее будут решать за круглым столом уже на этой неделе. Андрей Дреер, День с толком.